Городские власти озаботились состоянием пешеходных дорожек в Иванове. На Большой Воробьевской улице пешеходную зону привели в порядок одновременно с капитальным ремонтом дороги. Теперь ивановцам не придется перескакивать через лужи. Но немало в областном центре мест, где тротуаров не было никогда. Тот объем работ, который выполняется и в этом году, и в прошлом году, он, конечно, не удовлетворяет ни жителей, ни администрации, ни городскую думу. Мы вот посмотрели по этому году, было сделано всего 8 тротуаров на сумму этого в районе 7-8 миллионов рублей. А необходимость, я считаю, сегодня как минимум в 10 раз больше. Много жалоб от горожан поступало на состояние пешеходных дорожек на центральных улицах. Чиновники приняли решение до наступления холодов отремонтировать тротуар и сделать парковочные места около областного госпиталя на улице Демидова. Отремонтируют тротуары около библиотеки для слепых. Людей по этой улице проходит очень много, но в дождливую погоду тротуары заливают водой. Об ужасном состоянии ливневки знают горожане и чиновники. Необходимо делать, может быть, не ливневые канализации, а маленькие, небольшие дренажные колодцы, куда воду как раз с тротуаров и будем стараться увезти. То есть состояние асфальта здесь более-менее нормальное, но лужа стоит. Лужа стоит именно из-за того, что отсутствует, в воде некуда уходить. В газонах выкапывается небольшой колодец, канавка, и постепенно вода туда будет уходить. Вячеслав Феджков сообщил, что в ближайшее время в Иванове будет разработана программа по ремонту тротуаров. Аналогичность той, что существует для ремонта дворов. Первым делом придут в порядок дорожки в центре и в социальных учреждениях. Затем очередь дойдет и до спальных районов города Иваново. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.